Экологический квест «Молото-зелена» прошел 3 октября в областной столице. Право открыть цикл интерактивных занятий получила школа номер 5. В спортзале, где развернулись 10 станций, ребята учились раздельному сбору мусора, пополняли свои знания о природе родного края, угадывали животных по следам, вспоминали звуки окружающего мира. Команды собрали ученики 5-7 классов. В течение октября и ноября отборочные эко-квесты пройдут в разных учебных заведениях города. Присоединиться могут все желающие. Для этого нужно подать заявку в группу «Молото-зелена». Причем с этим стоит поспешить. В игру вступят лишь первые 10 школ. Каждая школа будет определена одна команда-победительница, которая выйдет в финал, в котором сразятся сразу все школы-участники данного проекта. Это такой интересный игровой формат, который поможет как раз провести образовательные занятия по экологии для школьников, но вот таким интересным, необычным образом. Эко-квест «Молото-зелена» разработал волонтерский отряд «Гринпипл» на городской школе социального проектирования, которая проходила в молодежном центре «Горком-35». Его обкатали летом на молодежном экологическом форуме, а затем предложили более масштабный формат. Я решила заниматься, разрабатывать экологический проект, потому что мне не безразлично экология нашего края. Победителем экологического квеста в пятой школе стали ученики шестого В-класса. Их команда «Белки» примет участие в финальных соревнованиях. Подхватят экологическую эстафету ученики школы номер один. Там эко-квест пройдет 10 октября. Александр Мишин, Максим Тышковец, Волок ДРФ